всем привет друзьям и зрителям моего канала мое почтение друзья сегодня на обед я решил приготовить фрикадели по охотничьи и жареной кальраби или жареная кальраби капуста же все так сейчас я вам быстренько покажу и в процессе уже начнем делать и вы увидите как это вкусно но само собой разумеется когда все будет готово будем опять пробовать и так друзья для моих охотничьих фрикадель я взял вот этот вот фарш здесь на свинина с говядиной и немножко лука я помогал суда сюда же у меня пойдет немножко базиликового и чеснока все это дело я меленько порезал суда разобьем одно яйцо и еще мне нужно добавить мой фарш горчицу никогда не добавляли горчицу фарш вы попробуйте очень вкусно всего вот одну чайную ложку соответственно поперчим все немножко посолим все итак друзья фарш я замесил и теперь мы приступаем к формированию наших фрикаделек которые мы обжарим в этой кастрюле фарш фарш я не помню сказал я да фарш у меня с говядиной со свинины мешаный формируем вот такие фрикадельки и отправляем их обжариваться в наших прекрасную кастрюльку и так друзья почему фрикадели называют по охотничьи потому что делается к ним соус кстати сегодня вы увидите как я использую мои мучные шарики которые я делал видео кто видел стать я могу ссылку оставить под видео если кому интересно посмотрите очень полезная вещь для вашего соуса без всяких консервантов и без всяких примесей мука и обыкновенное сливочное масло и так формируем до конца наши фрикадели и погружаем в кастрюльку обжариваться ну что друзья вот так вот у меня обжариваться фрикадели мои и теперь мы сюда отправляем 200 грамм шампиньонов шампиньоны почищены помыты и накрываем наши фрикадели сделаем немножко на медленный огонь и пусть это постепенно тушится а этим временем мы займемся кальраби и так друзья для гарнира я взял три вот таких вот кальраби средний сейчас я их должен порезать на такие маленькие кусочки и немножко бланжировать в кипятке с одной чайной ложкой куркумы и так порежу я мою кальраби в моей терочке здесь друзья мои у меня закипела вода я отправлю сюда одну чайную ложку куркумы и так друзья мои я нарезал кальраби вот такими вот шайбами вот пить и теперь я порежу это на моей терочке вот так и так я проделаю со всеми тремя штуками моей кальраби и так друзья мои у меня вода уже закипает здесь с куркумой вот так прекрасно справилась моя терочка с кальраби вот такими кусочками и теперь мы это все отправляем в кастрюлю аккуратненько и буквально от 3 до 5 минут оставляем прокипеть и так друзья вот так кипят наши фрикадельки шампиньончик дали еще сок запах неповторимый от грибов от мяса от базилика мы от чеснока и вообще сказка здесь у меня кипит кальраби как я уже сказал от 3 до 5 минут потом мы будем обжаривать с лучком на топленом масле и сейчас я приготовлю соус для моих фрикаделек и шампиньонов и так друзья мои для соуса для соуса я взял сливки 200 грамм выливаем сюда берем где-то вот 100 грамм воды еще две столовых ложки соевого соуса и буквально на кончике ложечки совсем чуть 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 ой перебрал вот и все того достаточно что туда упал мускатного ореха сейчас это закипит и вот эти два прекрасных мучных шарика масло с мукой отправляем вот друзья мои соус вот так вот я уже взбиваю смотрите он густой вот такой стал и мы его сейчас отправим к нашим фрикадель и шампиньоны и так как вы видите соус я уже отправил в моей котлеты мои фрикадели шампиньоны сейчас мы хорошенечко это все дело размешаем и оставим немножко еще покипеть в соусе так вот такой вот у нас охотничий охотничий фрикадель в охотничьем соусе кто живет германии знает егерь шницей это егерь фрикадели и так друзья теперь занимаемся бруба брокколи кальраби и так друзья для кальраби мы обжариваем лучок я уже вот поставил немножечко топленого масла все в дыму все в тумане я как ежик в тумане обжариваем до золотистого цвета наш лучок и когда он у нас обжарится отправляем сюда кальраби друзья вот мое кальраби оно выглядит такого слегка желтоватого цвета после куркумы и мы теперь отправляем нашу сковороду и обжариваем вместе с нашим лучком ну вот в общем то вот такое средней тяжести блюдо так скажем я сегодня вам пришлю показать но сейчас когда наш кальраби будет готово будем пробовать кальраби я не буду солить потому что всего достаточно и в соусе и в этом я только обильно поперчу душнистым черным перцем как уже сказал будет готова будем пробовать ну что друзья вот такая еда у меня получилась вот такие охотничьи и фрикадели сейчас мы их попробуем вот они какие сейчас мы их попробуем просто не пересказать как же это вкусно карраби с этим соусом замечательное блюдо немножко конечно трудоемкая но стоит того вот такое вот друзья желаю всем всего доброго самое главное здоровья то есть приятного аппетита и всем пока друзья